Мембранная, механическая или оптическая? Какую из этих клавиатур выбрать и чем они кардинально между собой отличаются? На все эти вопросы я тебе дам ответ в этом видео. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. Присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем! В качестве мембранной клавиатуры я буду использовать клавиатуру от Cougar, Cougar Aurora S, а в качестве механической клавиатуру от Thunder X3, Thunder X3 AM7. Ссылки на все эти клавиатуры также сможешь найти в описании. Принцип действия мембранной клавиатуры максимально простой. Снизу расположена подложка с контактами, ну а сверху конусовидная мембрана, нажимая и продавливая которую вы замыкаете те самые контакты. Именно таким образом мембранная клавиатура и регистрирует ваше нажатие. Если объяснять более просто и наглядно, то вот рисунок. Существует мембрана, которая продавливается и снизу расположена подложка с контактами, которая и регистрирует нажатие при продавливании той самой мембраны до упора. Минусы строения подобной клавиатуры налицо. Во-первых, вам нужно до упора прожимать мембрану, то есть саму клавишу, или же ваше нажатие не будет зарегистрировано клавиатурой, соответственно не сработает. Ну и со временем мембрана имеет свойство растягиваться, что впоследствии приводит к частичной или же полной неработоспособности клавиши. Так как для каждой клавиши в мембранной клавиатуре не предусмотрен отдельный механизм, то и подсветка осуществляется, соответственно, одинаково для всех клавиш. Реализовано это при помощи специального рассеивающего слоя, расположенного под мембраной и непосредственно контактным слоем. Ну а сам по себе рассеивающий слой конкретно в этой клавиатуре от Cougar, Cougar Aurora S, подсвечивается при помощи светодиодной RGB ленты. Таким образом достигается тот самый любимый всеми эффект подсветки под названием волна. При этом всем подсветить определенный символ у вас, увы, не получится. Еще одно преимущество мембранной клавиатуры перед механической и оптической это устойчивость к влаге и воде. То есть если вы пройдете небольшое количество жидкости на клавиатуру, то работать от этого она не перестанет, поскольку никаких замыкающих контактов на самой плате у клавиатуры нет. Безусловно, существует несколько разновидностей мембранных клавиатур, среди которых ножничная, бабочка и другие. Но принцип действия этих клавиатур все равно остается одним и тем же. Продавливается мембрана, которая прерывает контакт и тем самым нажатие регистрируется. Соответственно, значимых различий между ножничной клавиатурой, бабочкой или же обычной дешевой мембранкой за 150 рублей вы не заметите. Ну а вот негативные аспекты по типу недолговечности и продавливания и растягивания мембраны здесь присутствуют. Таким образом, при покупке мембранной клавиатуры вам стоит учитывать, что придется постоянно прожимать абсолютно все клавиши до самого конца. Ну и срок клавиатуры, соответственно, будет ниже, чем у механической или же оптической клавиатуры. Также отсутствует нормальная полноценная RGB подсветка, ну и отсутствие возможности кастомизировать клавиатуру, потому что смены хикапов, которые бы вы могли приобрести отдельно, у мембранных клавиатур просто нет. Многие наверняка уже задаются вопросами, как понять мембраны, это клавиатура оптическая или механическая, какая из них хорошая, какая плохая, где посмотреть цены и выбрать самую низкую. Все это вы можете сделать при помощи Е-каталога. Помимо вышеперечисленных преимуществ, также можете прямо в Е-каталоге посмотреть и обзоры, и отзывы покупателей. Также сможете посмотреть динамику цены и отфильтровать стоимость либо по рейтингу магазинов, либо по самой низкой стоимости. Более того, в Е-каталоге присутствуют очень удобные фильтры, по помощи которых вы сможете выбрать клавиатуру, которая подходит именно вам. Ну, а ссылка на Е-каталог находится внизу в описании. Механическая клавиатура же и ее принцип действия в корне отличается от мембранной. Сняв кейкапы или же по-простому колпачки с клавиатуры, мы увидим свитчи или же по-простому переключатели. Свитч это как раз таки тот самый механизм, который и отвечает за регистрацию ваших нажатий в механической клавиатуре. Сам свитч или же переключатель состоит из корпуса, в некотором случае он прозрачный, если клавиатура имеет RGB или же одноцветную подсветку. Стэм со слайдером, именно эта часть продавливается и в дальнейшем размыкает контакты внутри свитча. Сами контакты, которые размыкаются или замыкаются в зависимости от вида свитча или же переключателя. И непосредственно пружина, которая и возвращает тот самый стэм со слайдером, которые размыкают контакты в исходное положение. Таким образом, если простым языком описать принцип действия механической клавиатуры, то получится следующее. Под кейкапом или же колпачком находится специальный механизм с контактами. Ну а при надавливании на кейкап, одна из составных частей этого механизма размыкает и замыкает контакты. И способствует всему этому пружина, которая возвращает подвижную часть, то есть стэм, в исходное положение. И именно при замыкании металлических контактов в механической клавиатуре регистрируется нажатие. Соответственно, такой способ регистрации нажатий в механической клавиатуре более долговечный, чем в мембранном собрате. Также стоит упомянуть, что существует несколько видов механических переключателей от, соответственно, разных фирм. Глобально их можно разделить на два вида. Первый это череподобные, ну а вторые, соответственно, другие. Чережеподобные переключатели, к которым относятся непосредственно сами черри, а также Каил, Гаттерон, Джиксиан, ОТМУ, Гритек и другие, обладают одинаковым креплением стэма под одинаковое крепление кейкапов. И, к слову, почти что все кастомные кейкапы и вендоры их производящие имеют крепление крестообразное, то есть как раз таки под переключатели Черри, Гаттерон, Гритек и так далее. Некоторые производители игровой периферии выпускают свои механические клавиатуры на других механических переключателях. Встретить те же самые переключатели Ромер-Джи, Топор или Альпс будет очень редким явлением. Но даже несмотря на редкость этих переключателей, принцип их действия будет схож со всем известными черри. Таким образом, что у одних переключателей, что у других, все равно замыкаются металлические контакты. Отличаются только лишь расположение, стэм и другие некоторые детали. А вот найти те же самые сменные кастомные колпачки или же кейкапы на те же самые Ромер-Джи, Топор и Альпс переключатели, будет, ну, очень сложно, по крайней мере, мне не удалось. По подсветке механическая клавиатура, конечно же, выигрывает мембранную, поскольку в каждый из свечей или же переключателей будет впаян отдельный светодиод, который и будет отвечать за подсветку отдельной клавиши. Светодиод может находиться как в самом свече или же переключателе, так и на плате. Многие пользователи до сих пор мыслят, кстати, стереотипами о механических клавиатурах. Якобы они всегда дорогие, громкие и высокие, в отличие от мембранок. Но абсолютно все из вышеперечисленных стереотипов, к счастью, стали уже ложными. Ведь самую дешевую китайскую механику из говна и палок по акции на Алиэкспресс можно купить за 1300 рублей. При этом всем некоторые качественные мембранки можно приобрести от 2, 3 и даже 4 тысяч рублей. Явный тому пример Cougar Aurora S из этого видео. Более того, существуют десятки видов переключателей, в числе которых даже Silent, то есть тихие от производителя Cherry, которые будут тише большинства мембранных клавиатур. Поэтому, если вы думали, что все механические клавиатуры постоянно щелкают и издают громкие звуки, то это заблуждение. Кстати, на моем канале есть подробный ролик о видах и различиях переключателей. Какие тихие, какие громкие и почему они такие. Ну а ссылку на это видео ты сможешь найти либо в описании, либо кликнув прямо сейчас на подсказку в правом верхнем углу. Ну а если вы любитель низкопрофильных клавиатур а-ля ноутбучная, то специально для вас некоторые вендоры стали выпускать низкопрофильные переключатели, которые подходят под ноутбучный вид. Да и ход срабатывания у них такой же, как и у обычной ноутбучной клавиатуры. Значительно меньше, чем у типичного механического переключателя. Но важное отличие будет в том, что это все же является механическая низкопрофильная клавиатура, а не мембранная. Таким образом, вы получаете более долговечную клавиатуру, срок службы которой будет до 50 раз дольше. У нее будет приятнее ощущение от нажатия, она будет быстрее срабатывать и не нужно будет каждую клавишу прожимать до упора или же до конца. Кстати, их можно кастомизировать. Подразумеваются, конечно, клавиатуры с типичным креплением под кейкап. Топор, альпс, низкопрофильные переключатели и так далее смены кейкапов, увы, не имеют. По крайней мере, на данный момент. И при этом всем у вас будет полноценная RGB подсветка, настроить которую можно будет на отдельную клавишу по-своему. Самое интересное, как и полагается, мы оставили напоследок. То есть оптические клавиатуры. Несмотря на схожий внешний вид с механическими свитчами и почти что идентичное ощущение от нажатия с механикой, эти свитчи имеют абсолютно другой принцип действия. Если говорить максимально понятным языком, то существуют либо на самой плате, либо в самом переключателе приемник и лазер, который излучает свет. Расположены они, соответственно, друг напротив друга для того, чтобы лазер излучал свет в приемник, а приемник, соответственно, принимал этот свет. Ну а оптический свитч или же оптический переключатель выполняет функцию прерывателя этого света. То есть при нажатии на оптический переключатель вы просто прерываете пучок света, который излучает лазер. Соответственно, приемник считывает, что свет не поступает и регистрирует нажатие. При этом всем, как и было сказано ранее, некоторые приемники и лазеры расположены на PCB печатных платах, ну а некоторые расположены в самих переключателях. Если лазер и приемник распаяны на PCB печатное плате, то соответственно у переключателя, в данном случае оптический переключатель от компании Gateron, снизу вы сможете найти небольшую петлю, похожую на ушко иголки. Именно через это ушко и проходит тот самый пучок света, излучаемый лазером. Ну а при нажатии на switch, стем как раз таки и перекрывает этот пучок света, тем самым регистрируется нажатие. Ну а если лазер и приемник распаяны как раз таки внутри самого переключателя, то этого ушка вы найти, к сожалению, у свеча не сможете. Ну а что мы увидим внутри, если разберем тот самый оптический переключатель, у которого лазер и приемник света распаяны на плате, а по структуре и внутренним элементам оптический переключатель очень похож на механический, поскольку внутри, помимо корпуса, мы точно что также найдем пластину, которая имитирует замыкание механических контактов. При этом всем там также будет подвижный стем и непосредственно пружина, которая отвечает за возврат стема на место. Вроде бы вопрос очевидный, но тем не менее отвечу на него заранее. Зачем же внутри этого оптического переключателя нужна пластина? Внимательные зрители уже поняли ответ на вопрос, ведь это пластина, а не металлические контакты. Эта пластина нужна именно для имитации замыкания металлических контактов. Предположим, вам нравятся синие или же зеленые механические переключатели, которые издают щелчок. Так вот, для того, чтобы эти же оптические переключатели издавали похожий щелчок, здесь придумали дополнительно искусственно вставлять эту пластину. Таким образом, никакой функциональной нагрузки эта пластина не несет, она лишь издает звук и придает ощущения, которые бы были сопоставимы с механическими переключателями. А нажатие здесь регистрируется только лишь при прерывании пучка света, который излучает лазер. К преимуществам оптической клавиатуры также можно отнести и то, что вы можете не до конца прожимать ваш свитч или же кнопку по-простому. И при этом всем клавиатура будет срабатывать все равно значительно быстрее, не только чем мембранная, но и чем механическая в том числе. Важно учитывать и то, что на данный момент низкопрофильных клавиатур с оптическими переключателями, увы, не изобрели. Но лично я считаю, что это лишь вопрос времени. Ну и поскольку крепление стема у оптических переключателей такое же, как и у механических, то и разнообразные виды кейкапов также будут для вас доступны. Работоспособность оптических переключателей вас удивит, ведь поскольку там нет никаких замыкающихся контактов, то и работать они будут намного дольше, чем у механика. Оптические переключатели, к слову, как и механические, могут точно так же быть как тактильные и кликающие, так и беззвучные линейные. Поэтому выбор оптической клавиатуры – это лишь выбор ваших предпочтений и толщины вашего кошелька. Подводя итог всех вышеперечисленных тезисов, можно кратко сформулировать вывод, что лучшая на данный момент для покупки клавиатура – это клавиатура, основанная на оптических переключателях. Во-первых, у клавиатуры, основанной на оптических переключателях, нет никаких замыкающих контактов, соответственно, эта клавиатура прослужит вам дольше, чем механическая клавиатура, ну а чем мембраны уж подавно. Во-вторых, почти что все оптические клавиатуры имеют стандартный чиреподобный стем, за счет которого вы сможете в любой момент поменять ваши кейкапы, которые находятся на вашей клавиатуре. Также еще одна причина, почему оптическая клавиатура лучше, чем механическая, потому что у многих оптических клавиатур присутствует функция HotSwap, когда вы сможете достать ваш свитч, поскольку он не припаян, и заменить на другой оптический переключатель. То есть, был у вас красный оптический переключатель, вы заменяете его на синий, на коричневый. Безусловно, существуют и некоторые механические клавиатуры с функцией HotSwap, но при этом все эти клавиатуры стоят намного дороже, поскольку их встретить можно достаточно редко. Ну и в отличие от мембранки, оптическая клавиатура имеет почти что всегда полноценный RGB спектр подсветки. Важно учитывать при выборе оптической клавиатуры и то, что низкопрофильных оптических переключателей на данный момент еще не изобрели, но лично я считаю, что это лишь вопрос времени, поэтому если вам по нраву ноутбучная раскладка и ноутбучный профиль клавиатур, то, увы, оптические клавиатуры вам не подойдут. Если же оптическая клавиатура не соответствует вашим требованиям, а выбор остается между мембранкой или же механикой, то однозначно выбираем механическую. И несмотря на то, что механическая клавиатура менее долговечная, чем оптика, она более долговечная, чем мембранка, и срок ее службы может достигать до 10, а то и до 50 раз дольше, чем у мембранной клавиатуры соответственно. При этом всем у той же самой механической клавиатуры присутствуют низкопрофильные переключатели или же свечи, что позволяет любителям низкопрофильных клавиатур выбрать как раз таки механику между механикой, оптикой и мембранкой. Ну и еще несколько преимуществ механической клавиатуры перед мембранной Это наличие сменных кейкапов и безусловно полноценная RGB подсветка В отличии от мембранки Важно учитывать то, что не на все механические клавиатуры вы сможете найти сменные кейкапы Только лишь на стандартные череподобные, которые больше всего распространены Но мембранная клавиатура между оптической и механической является далеко не самым лучшим выбором Поскольку, во-первых, она менее долговечная Во-вторых, ее всегда приходится прожимать до конца В-третьих, у нее нет хороших сменных кейкапов Ну а также отсутствует полноценная RGB подсветка Ну а если это видео помогло тебе определиться с выбором клавиатуры То не забывай поддерживать меня как автора лайком и подпиской Это будет лучшей наградой для меня Всего тебе самого наилучшего Меня по-прежнему зовут Арсений И ты был на канале Игроман До скорых встреч Пока-пока